Приветствую вас, мои дорогие зрители! Недавно произошло радостное событие для меня. У меня побывал мой сын в отпуске. Я хочу поделиться с вами, как мы его организовали. Мы побывали вначале в Картагу, это базилика. Это развалины в центре. Это Мирадор Ухарас. Это первая церковь. Католическая. И Параиса, где мы раньше жили. Дальше мы поехали на побережье. И первым в нашем основном был Хако. Я не очень люблю Хако, потому что там чудно, многолюдно, некрасивый пляж. Но все-таки что-то в это время можно было найти хорошее и там. Конечно, пляж не такой радостный и красивый, как в других местах, с его черным песком. Но здесь очень красивые закаты. Хотя в это дождливое время и закаты нас не порадовали. Но все-таки это город, где можно было пойти, погулять. Найти какие-то заведения, где делают вкусный кофе. Потому что любят мысы. Мы остановились в небольшом отеле, в центре Анулица. Он был в бассейн. И так два дня мы гуляли по пляжу и по городу. Джек тоже сопровождая нас. Ну, все-таки можно было покупаться, немножко позагорать. Но дожди нас там не доставали. Они начинались уже в час. И все. После этого можно было только сидеть на террасе. Смотреть на улицу. Можно заказать пиццу. Ну, в принципе, мы хорошо провели там время. И следующим пунктом нашего путешествия была улита. Ну, чтобы не ехать туда без Греции так долго, мы поэтому делали сначала остановку в Коко. А в Коко до улита решили так много ехать. Вы, наверное, все видели такую фотографию в интернете. Сейчас попадается-то вот такой хвост кита. Вот это и есть у Вита. Там где располагается национальный парк. Я не знала раньше, что там вход в национальный парк. В Увиту мы приехали уже после обеда. Все-таки пошли на пляж. Так как это национальный парк, то вход платный. С собаками туда заходить нельзя. Ну, охранник нас любезно пропустил бесплатно, так как время уже шло к вечеру. И в пятницу национальный парк закрывался. Жека мы пропустили вперед, и он побежал сам без палатка. Мы его отредки снимали. Потому что собака лезет. И у нас, конечно, паразит, этот простор. И плетка разрешается после экскурсии. Здесь организуют экскурсии. Туда в залив, где можно увидеть китов. Необыкновенные какие-то пальмы. Какие-то фантастические, сказочные. Все какое-то другое. Не такое, как мы встречали на других пляжах. И удивительный золотистый песок. Такой шелковистый, мягкий. Джек с удовольствием валялся там, где сухие места. Ну, дождик так у нас тоже, конечно, немного застал. Но, в принципе, здесь нас дождь не донимал так, как факун. Нам сказали, что этот хвост, вот эта коса, вот эта песчаная, коса будет открыта в 7 часов утра. Увито, Бахея-безина. Прекрасный, огромный пляж. В 7 часов утра отлив и открывается этот хвост кита. Полуостров, который в виде хвоста кита. Множество туристов идут подробоваться на это зрелище. Вот там эти скалы. Это окончание вот этого плавника. И в той стороне симметрично. А посередине есть сухой проход. Пока еще отлев, по нему нужно пройти вглубь залива. Ну, вот здесь основание этого хвоста. И туда дальше, к волосковому перешейку, можно дойти до скал. Который образует плавник. Растор невероятная. Красота. Точек, конечно, дождь. Вроде ближайшее время. Ну, пока еще в 8 часов утра. Вот этот перешейк. Ну, примерно на середине. Простор такой. При этом, что мне была зимняя красота. Вот такой узкий перешейк. Ну, скоро будет прилив, и все затопит. Поэтому надо торопиться. Посмотрим вот этот скалистый плавник. Мы будем возвращаться. О, какие здесь причудливые скалы. И как далеко они уходят в океан. И по ту сторону, где открыт океан, вот туда приходят хиты в свой брачный период. Они играют, и спрыгают. И можно наблюдать их. Ну, а также делают на больших катерах. У нас 300. Куда велико. В океан. Где точно уж можно застать кита. МСТИН Продолжение следует... 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 Продолжение следует...